Когда пришло осознание, что все не так просто… Нервов уходит немерено. Я это знаю. Ребята, вы, поскольку слепые, вам только на массаж, и никуда больше, а мы этого не хотели категорически. Это одиннадцатый андроид. Привет тем людям, кто сделает обновление, от него негативить все слепые. Если вы не хотите в конце жизни реально жалеть о том, что вы это не сделали, а вы будете это делать. Ну страшно же. Да нет, нужно встать, поднять пятую точку, просто берите и делайте. Дмитрий, вы не видите с рождением, верно? Да. Когда, если помните, в какой момент пришло осознание, что вы воспринимаете этот мир иначе, чем ваши близкие друзья? Ну оно постепенно приходило, это осознание. Ну, во-первых, когда года так, может быть, года в четыре, в пять за слово «слепой-слепой», когда я еще, в принципе, не очень понимал даже, что это такое, мой брат мог подойти во дворе кому-нибудь ударить. Сестра моя старшая тоже могла каким-то образом, в общем-то, отреагировать на это слово, скажем, довольно агрессивно. А спрашивали маму об этом? А что такое, что за слово «слепой»? Нет, особо не спрашивал. Понимал, что меня почему-то постоянно катают по врачам, но я как-то тогда это воспринимал как ситуацию, которая должна происходить, видимо, как... Ну все ездят и я, все побежали, и я побежал. А потом, лет, наверное, восемь-девять, когда я очень сильно увлекся спортом, особенно хоккеем, и во дворе так иногда меня ставили в ворота поиграть, но мне хотелось этим заниматься на такой постоянной серьезной основе. Я спрашивал у ребят, которые занимались, типа, спросите у тренеров, может быть, они меня возьмут, и не брали. Но как-то я себя успокаивал, ладно, может быть, буду старше, возьмут куда-нибудь, я приеду, буду заниматься и так далее. Николай Сергеевич, когда вот вам сказали, приведем к вам незрячего спортсмена, будете тренировать, какая первая реакция была? Ну, небольшая растерянность, сказали, не приведут, а сказали, что сам придет. И пришел. И пришел. А как что-то показывать человеку, как учить, если, да, показать... Показывать тяжело, там надо все на руках, все на руках, все вот. Туда руку, сюда руку, взял за руку, так, где-то, сюда руку, сюда руку. С ногами интереснее. Да, вот с ногами тяжелее, с руками просишь, с ногами тяжелее. Надо понимать, что слепые делятся на две группы. Есть те, кто видел когда-то что-то, у них есть картинка в голове. Есть те, кто не видел ничего, как я. И картинки в голове нет. Показать прием, скажем, зрячему человеку или показать его мне, это разные вещи. Когда пришло осознание, что все не так просто, и жить, скорее всего, будет очень непросто? Ну, наверное, ближе к концу школы, когда ты понимаешь, что надо было решать, куда деваться вообще. То есть хотелось пойти куда-то по юридической части. Где-то жила надежда по поводу спорта, и в какой-то момент появилась возможность играть в футбол слепых. Это вот конец 11 класса. Как изменил жизнь, когда появилась возможность быть не просто болельщиком, не просто гостем на каких-то мероприятиях, а полноценным членом команды? Ну, кардинально изменилось. Это сборы постоянные, это соревнования, это какая-то движуха постоянная. Начали жить такой спортивной жизнью настоящей. Ну, с ее какими-то такими моментами чисто российскими, когда ты еще сегодня не знаешь, едешь ли ты завтра на соревнования, будет ли финансирование там и так далее. Это уже такая движуха-движуха. Хорошо, вернемся вот к моменту окончания школы. Хотелось быть юристом, да, я правильно поняла? Да. А жизнь какие варианты предлагала? Понимаете, в чем дело? В школе в то время было два жестких очень перекоса. То есть золотой середины не было. Были преподаватели старой формации, которые говорили о том, что ребята, вы, поскольку слепые, вам только на массаж, вот только на массаж, и никуда больше. А мы этого не хотели категорически. То есть мы как-то с другом своим, с Гуртовянко Александром, решили просто, ну, вот, как-то идти вместе. Причем никакой, не понимали куда, главное, что вместе. И был второй перекос. Это директор наш говорил о том, что будущее за технологиями, вас везде ждут, компьютеры, компьютеры, компьютеры. Мы как-то не хотели ни туда, ни сюда идти. И когда появилась возможность просто заниматься спортом, поняли, что, наверное, самым лучшим вариантом будет пойти в спортивный университет. Был вариант с РГСУ, со спортивно-оздоровительным туризмом. Но нас там очень жестко прокатили в плане документов. И огромное спасибо Руговку, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, что нам пошли навстречу. Мало того, что разрешили поступить. То есть мы были первые незрячие, кто туда поступал вообще в принципе. С какими стереотипами, касаемо незрячих людей, вы сталкивались, которые тоже хотелось бы опровергнуть? Ну, вопрос, зачем? Ну, допустим, зачем футбол, зачем самбо, зачем дайвинг, зачем еще что-то? Ну, хочется, так же, как и вам. Как бы я абсолютно такой же человек, что хочу, в общем-то, и делаю. Самбо как появилось в жизни? Самбо появилось после моего ухода из футбола. Там интересная сама система. То есть ты находишь себе клуб около дома, самбо. Дается запрос, ну, через сайт Федерации самбо Москвы, да? Дается запрос затем в этот клуб уже от Федерации самбо Москвы. Если тренер соглашается, он тебя берет как бы под свою опеку. Чтобы вы понимали, это обычный клуб, это не клуб для незрячих конкретно. То есть где там я в данном случае единственный слепой у себя в клубе, в котором я занимаюсь сейчас. Вот уже несколько лет, как бы, считаю это, ну, не люблю такие слова, там, всякие вторые семьи и так далее. Она все-таки одна может быть, но для меня это действительно очень такие близкие люди. Ну, а что самбо дает, ну, кроме физики, да, кроме пользы как от обычного спорта, как от нагрузки? Димон? Ну, во-первых, психологическая уверенность, прежде всего. Хочу во всех каких-то вещах. То есть я бы вряд ли решался на какие-то вещи, там, на прыжок с парашютом, на дайвинг, если бы не было самбо, не было базы какой-то. Потому что, ну, не бояться куда-то какие-то решения принимать не только здесь, но и в жизни. Николай Сергеевич, что скажете о характере борца Дмитрия Клюквина? Ну, очень хочет выигрывать всегда, и всегда получается, но желание очень большое. Спартаковская философия в атаку, вперед. У меня такой вообще сам по себе характер очень импульсивный. Еще не против расширить круга необычных спортсменов? В помещении не позволяю. Вместо нету, хватит, не надо. Хороший ответ, Дмитрий, хватит, не надо. Так, это очень сложно, на самом деле. Это, я вообще считаю, что там, ну, тренерам как минимум нужно, там, я не знаю, тринадцатую увеличивать сильно зарплату, еще что-нибудь такое, обязательно. Потому что это нагрузка капитальная. Я просто знаю, что такое, в принципе, слепым что-то объяснять. Это тяжело, они тяжело доходят до многих. Нервов уходит немерено. Я это знаю. Самостоятельность и независимость, она со спортом пришла? Или это было какое-то личное решение? Думаю, что пора выходить на улицу одному. Это вещи одного порядка, потому что бедная мама реально всю свою жизнь посвятила мне. Там на работу надо меня отвезти, на соревнования, на тренировки отвезти. И поэтому в какой-то момент пришло понимание, что нужно просто брать трость и идти самому. Потому что чем больше, чем более это и независим, тем, конечно, множество перспектив открывается дальнейших каких-то. Первый выход самостоятельный на улицу, помните? Я помню, да. Мы должны были встретиться с человеком, меня немножко человек подвел. Опоздал, но пришлось уже просто решаться, учить маршрут, брать трость и идти. Меня хотели посадить в поезд, а мне нужно было на выход. И в итоге, когда я сказал, что мне это надо не в поезд, а на выход, мне сказали, а, ну ты направо поверни, иди. Но, в принципе, все как-то окончилось позитивно, дошел вовремя. Что для вас самая большая сложность при ориентации в городе? Если понимать те бюджетные средства и понимать вообще, на каком уровне мы находимся, это, конечно, категорически неразвитая система доступной среды в городе Москва. То есть это отсутствие нормальной работы светофоров звуковых, это отсутствие каких-то ориентиров. А что такое, почему они ненормально работают? Ну, со стороны, кажется, в принципе, звуковой сигнал дают. Когда светофор начинает пищать сначала здесь, около тебя, это оказывается не тот светофор, на который тебе надо переходить. И нужно подождать, пока закончится звук этого светофора, подождать, пока запищит светофор на той стороне, на которую тебе надо переходить, и потом уже ты начинаешь двигаться. И причем эти вещи тебе никто не объясняет, ты как бы сам об этом должен догадываться. Ну, плюс, опять же, понимаете, когда ты в Европе поднимаешь трость, идешь просто через дорогу, все останавливаются. У нас это невозможно не потому, что даже люди этого не хотят, а потому что из-за поворота выскочит машина, и, в общем-то, сами понимаете, что произойдет. Люди, прохожие предлагают вам свою помощь? Регулярно, иногда даже чересчур настойчиво. Что такое чересчур настойчиво? Иногда начинают тебя дергать в разные стороны, хватать и так далее, что, конечно, категорически не нравится, потому что... Ну, или начинаются какие-то нервяки, там, аккуратно-аккуратно, тут уже дорога, им же не вдомек, что ты просто ищешь специально край тротуара, для того, чтобы тебе по нему сориентироваться. Поэтому это не всегда помогает, скажем. Я сейчас обращаюсь ко всем людям, люди, хотите помочь, подойдите, спросите, надо или нет. Если нет, отпустите. Дмитрий, у нас с вами вообще не было никаких проблем в коммуникациях, по телефону, в соцсетях вы так оперативно отвечаете. Насколько это просто для вас? Сейчас уже это, конечно, просто по сути, потому что, ну, я для всех зрителей расскажу, в ваших телефонах, во всех, ну, если у вас, конечно, только не Nokia, какая-нибудь 3310, а если у вас Android и Apple, во всех этих телефонах есть так называемая программа экранного доступа, которая просто озвучивает всю текстовую информацию, которая есть на экране. Вот, пожалуйста, это Galaxy A51, обычный телефон. Сейчас, как назло, обновился Android, иногда начинает произвольно говорить, когда я вам об этом не прошу. Это 11-й Android. Привет тем людям, кто сделает обновление, от него негативит все слепые теперь. Ну, большинство. Если брать старые телефоны, мы реально запоминали, куда сколько раз нажать, для того, чтобы там позвонить кому-то или смс написать. Ну, а как сейчас, вот, например, вам отправить мне сообщение? Сейчас абсолютно спокойно, сейчас не проблема. То есть вот таким вот свайпом, секунду, вот таким вот образом можно выбрать WhatsApp. Секунду, вот он. У нас тут есть с вами чат, я его сейчас просто найду, чтобы не искать. Можно все это проще сделать. Вот, много-много-много-много. Вот вы. Ну, давайте голосовое напишем, допустим, вот таким вот образом. Привет. Введите текст, одно редактирование. Показан элемент из 29 по 39 всего элемента. Получила. Есть в вашей жизни и место, хотел сказать, экстриму, но по сути каждый самостоятельный выход на улицу – это экстрим. Но при этом вам еще хочется экстремальных видов спорта. Прыгали с парашютом. Да, было такое. Сколько раз? Сколько прошло в свято? Пока еще один. Поделитесь ощущениями. Я просто не знаю, что это такое. И, наверное, никогда не узнаю, потому что не решусь. Во-первых, я ко всем людям обращаюсь, кто хочет прыгнуть. Если вы не хотите потерять пол своей жизни, если вы не хотите в конце жизни реально жалеть о том, что вы это не сделали, а вы будете это делать, это 100%, то прыгайте. Ощущение тяжело описать. Я просто могу сказать, что это реально одно из самых ярких впечатлений в жизни. Ощущение полета, ощущение свободы, особенно когда ты можешь поуправлять парашютом – это, конечно, фантастика. Ну, страшно же. Да нет. Опять же, такой стереотип, что многие говорят, а что такого тебе страшного было? А ты же не видишь той высоты, с которой ты падаешь. Ну, поднялся на высоту, прыгнул. Вы же ее ощущаете? Ну, нет, я обычно этим людям говорю, давай, поехали со мной, я тебе глаза завяжу, поставлю на любую возвышенность и столкну, или просто скажу прыгни, тогда посмотрим. Как тебе будет не страшно. То есть тут еще неизвестно, кому из нас страшнее. Когда ты летишь и не понимаешь, разобьешься ты сейчас о землю, или ты там парашют откроется, ты это не контролируешь вообще никак. Потому что, когда ты в свободном падении, ты просто в горизонтальном положении летишь, и тебе поток воздуха бьет в лицо, ты не слышишь вообще ничего, никого. Ну, как бы, попробуйте, потом посмотрим, кому из нас проще. Дайвинг. Расскажите про эту историю, про эту часть жизни. Получилось так, что, опять же, была съемка, и просто мы ехали с журналисткой, и она мне сказала, что вот сейчас снимали дайвинг инвалидов. Узнал у нее телефон Дмитрия, инструктора моего Дмитрия Князева, и просто позвонил, попросил, что знаю, что вы занимаетесь с инвалидами, можно ли попробовать как-то погружение совершить. И в какой-то момент просто давай попробуем, только он предупредил, что с незрячими никогда не работал, не погружался. То есть для нас это был такой опыт. Дебют с собой. Дебют совместный, да. Ему понравилось, как я первое погружение совершил, мы прошли там многие вещи, которые люди там проходят за несколько занятий, и ему стало интересно. И в какой-то момент он мне позвонил и просто предложил, давай попробуем там сделать то, что незрячие в России еще не делали. Давай попробуем пройти курс, потом попробуем там какой-нибудь рекорд России хотя бы установить, погрузившись в самый глубокий в мире бассейн. Вот. И с рекордом получилось, правда, не в бассейне, а в Черном море. Поздравляем! Спасибо! Молодец! Когда я понял, что я могу сделать реально что-то первым, чего еще никто не делал, по крайней мере, из русских незрячих, это, конечно, меня окончательно мотивировало. Как звучит официально ваше звание рекордсмена? Я первый российский официальный open water diver и рекордсмен России по дайвингу. Я первый незрячий российский, погрузившийся на 30 метров. Что это такое быть первым? Это безумно приятно. Это, конечно, я не буду скрывать. Некоторые называли это подвигом, нас называли героями. Я все-таки не склонен так к этому относиться. Герои – это те люди, которые друга закрывали в войну, мне кажется. Но то, что мы кое-что сделали, это совершенно очевидно. То, что мы некий прорыв совершили, то, что мы реально привлекли к этому внимание. Понятно, что на этом останавливаться нельзя и нужно дальше двигаться. Самбо, дайвинг. А есть еще работа в жизни? Кем работаете? Сейчас работаю оператором в колл-центре, стал наставником. То есть помимо своей основной работы я еще обучаю новый персонал, который устраивается на работу, приходит. Увлечение, отдушину – это музыка. Причем в музыке вы сохраняете верность определенной группе. С какого года? В группе «На-на» верность с какого года сохраняю – это вообще вопрос очень такой сложный. Потому что первая кассета, я слушал этот альбом, где-то, наверное, мне было года три. И у вас, я так понимаю, получилось и познакомиться, да, с участниками группы? Да, я очень хорошо знаю практически всех ребят и старого состава, и нового состава, и там промежуточных всяких составов. Да, я знаю хорошо. С некоторыми мы даже дружим. Я на 50-летие Владимира Левкина выступал с ним в концерте в «Вегас-сити-холле». Пели? Да. Также ему огромное спасибо. Он когда-то приезжал поддерживать даже меня, вот, когда на работе был конкурс в колл-центре. Ну, просто, типа, такой аналог голоса. Он просто приехал и поддержал меня. Ну, там, наверное, все в шоке были. Я был сам в шоке от того, что когда-то для меня это вообще были полубоги. Конечно, люди были удивлены, особенно, когда мы так по-свойски обнялись, пошали друг другу руки. Но для них-то это артист. А чем она покорила сердце? Есть люди, у которых, наверное, голосовые диапазоны выше. Ну, это объективно. Есть люди, наверное, которые играют лучше, может быть. Но в какой-то момент я понял. Респект, конечно, Барри Каримовичу Алибасову за то, что он реально научил людей передавать то, что они поют. Я не верю никому так, как верю группе, когда слушаю их вещи. Ваша девушка разделяет ваши музыкальные пристрастия? Моя девушка меня едва ли не ревновала когда-то группе. Нет, она не очень разделяет эту историю. То есть она радуется, видя какие-то мои эмоции, что, типа, как человеку для счастья мало надо, что ты еще можешь радоваться таким вещам, когда там прошло уже 30 лет, а все равно каждый концерт – это событие. Вы как давно вместе? Сейчас скажу. Так, 6 лет в этом году. Она из Петербурга, я из Москвы. Мы познакомились в одном из… Ну, такие раньше были голосовые всякие чаты, порталы, когда еще не было всяких ватсапов, соцсеток и так далее. Вкусы у вас музыкальные разные, получается. А что же у вас общего? Эмоции друг к другу, наверное. Ну, она по-прежнему в Петербурге живет, а вы в Москве. Ну, да. И скучаешь, естественно. И когда, скажем, нужен рядом человек, просто вот рядом в какие-то ситуации, а рядом нет, тогда нужно же там просто за руку взять кого-то. Конечно, сложно. А никак нельзя эти 600 километров убрать? Я оставить здесь все не могу. Это и работа, и там, опять же, дайвинг, самбо, группа, на-на, опять же, и все эти движухи. Я не готов это сделать просто. Не то, что не готов, я понимаю, что это невозможно. Вот. И у нее есть какие-то свои моменты там. Ну, и я понимаю, что если жить, то жить отдельно. Это 100%. Ну, это очевидно. Тем более, вы сами понимаете, что когда два незрячих человека, это будет гиперопека. Это родители не дадут спокойно двигаться. Ни у нее, ни у меня. А она тоже не видит совершенно или она слабо видит? Ну, свет. Светло-темно. Вы производите впечатление от человека, которому важно, как он выглядит, который уделяет внимание стилю. Вы самостоятельно справляетесь или кто-то вам помогает? С чем именно? С одеждой. Ну, мы так долго обсуждали до программы, что, в каких цветах прийти. Ну, здесь... Я вас уверяю, не каждый мужчина-герой, грубо говоря, запаривается по этому поводу. Ну, во-первых, надо понимать, что если ты идешь куда-то сниматься или идет какая-то медийная история, нужно нормально в ней выглядеть в кадре. В нашем случае особенно для того, чтобы, если уж ты подаешь себя, скажем, как человек, такой же, как такой же член общества, как и все, ну, соответствуй. Это во-первых. Во-вторых, ну, это природное. У меня очень мама с папой аккуратные во всех смыслах этого слова. То есть у меня там какого-то беспорядка и всего остального не терпит ни мама, ни папа. Вот. И это как-то с детства я к этому приучен. Касательно... Если мы говорим о всяких цветах и обо всем остальном, это огромное спасибо моей маме. Да и бог здоровья. Вот. Мне она здесь помогает кардинально. Хотя, кстати, есть такое приложение, например, Be My Eyes. Ты можешь позвонить. У нас некоторые так и работают, некоторые так и пользуются. Звонят. Там подходит оператор-волонтер, и они просят их описать им какую-то одежду там или как они выглядят и так далее. Тут еще сложность, что когда ты эти цвета никогда не видел, тут, конечно, есть проблемы, поэтому приходится постоянно спрашивать, как оно там, с чем сочетается. То есть тут помощь зрячих, она нужна, конечно. Замечательно выглядите себе. Спасибо большое. Я, в принципе, обожаю рубашки. Понятно, что мама за меня не решает именно в плане стиля. То есть что вот только так и никак иначе. Она мне помогает именно с точки зрения каких-то визуальных моментов. За это ей, конечно, спасибо огромное. Какими победами в жизни своими, в прямом и в переносном смысле, я не только спортивные имею в виду, вот вы гордитесь больше всего? Это знакомство с группой Нана, это общение с солистами, это выступление совместное. Ну и, конечно, это рекорд России. Это, на мой взгляд, знаковое. По дайвингу. Да, по дайвингу. Я просто могу сказать одно, что ребята, те, кто попал в какую-то ситуацию, скажем, ну, допустим, незрячие, все-таки немножко мне эта тема ближе, у вас тоже есть какие-то, наверное, мечты. Может быть, есть группы, может быть, любимые певцы, артисты, спортсмены, я не знаю, актеры, еще кто-то, есть какие-то увлечения. Берите, делайте, двигайтесь. И к родителям огромная просьба, не устраивайте гиперопеку. А в чем опасность гиперопеки? Опасность гиперопеки в том, что, во-первых, родители, к сожалению, не вечны. И когда-то тебе нужно будет самому принимать решение, тебе нужно будет самому куда-то двигаться, нужно будет самому что-то делать. Ну, связывание рук. Да, самостоятельно. Связывание рук, прежде всего, самому себе связывание рук. Потому что, ну, надеяться надо исключительно на себя. Мне могут сейчас многие написать, что вот, это тебе там в Москве просто, дорогие мои. Есть рекордсмен России по дайвингу, Дима Павленко, который в армии просто потерял руки и ноги. Он из Екатеринбурга, из Урала откуда-то, да, и он смог подняться и смог что-то сделать. Демидов Андрей, самбист, который просто парень из детдома, да, который, там, по-моему, в 16 лет получил какую-то травму и потерял зрение. Теперь он представлял Россию на чемпионате мира по самбо, на обычном чемпионате мира, среди здоровых спортсменов, с Димой Самохваловым из Петербурга, парнем, который тоже в Чечне подорвался на фугасе. Если вы после этого еще мне будете рассказывать о том, что у вас в регионах ничего нет, о том, что вы такие бедные несчастные, ну тогда хотите быть обузой, будьте ей, пожалуйста, это сугубо дело ваше, но хотя бы другим не мешайте. Своим нытьем где-то и так далее. Дайте тем, кто что-то делает, как бы представлять инвалидов такими, какими их надо представлять. А вы как бы закройтесь у себя в комнатах и не вылезайте никуда, если вам это приятно, если вам это ближе. Вы сейчас обращаетесь к людям с инвалидностью, но на самом деле ведь это все вполне применимо ко всем, вне зависимости от диагнозов и так далее. Понимаете? Если вот глобально мысли. Глобально, да, но просто у нас ситуация немножко сложнее с той точки зрения, что мы живем, к сожалению, в российском государстве. Я эти два понятия – родина и государство – разделяю, и они для меня диаметрально противоположные, потому что если родину свою я люблю, то государство я презираю всей душой наше, потому что, по-моему, эти люди делают все для того, чтобы вообще полностью дискредитировать понятие инвалида и так далее. В принципе, понятие человек. Ну, захотите оставьте, захотите уберите. Касательно здоровых, им немножко проще, потому что перед ними все горизонты открыты. И когда мне, например, говорят о том, что я не могу себе найти работу, иди и вырой яму, и просто ляг в нее, и как бы не вылезай оттуда больше никогда. Потому что, по мне, это биомусор. Потому что, когда это взрослый, здоровый человек, по мне, это биомусор, который рассуждает таким образом. Это реально так. И если кто-то говорит о том, что там, да, люди помогают, находятся вот те, кто тебе помог, а мне не помогают, ребята, для того, чтобы кто-то нашелся, нужно что-то сделать. Нужно встать, поднять пятую точку и сделать что-то для того, чтобы вокруг тебя появились люди, которые тебе готовы в этом помогать в чем-то, в каких-то твоих начинаниях. Просто берите и делайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!